Порядка 8 миллионов человек освободят от сдачи декларации. С начала следующего года должен был стартовать четвертый этап, однако глава государства предложил пересмотреть процесс. С нами на связи Назм Довлетпек Тегэ, главный специалист управления непроизводственных платежей государственного городского департамента госдоходов. Назм, здравствуйте. Скажите, кто конкретно будет освобожден от сдачи декларации в следующем году? Здравствуйте. Спасибо за вопрос. Если говорить, кто не должен представлять форму 250, то есть предложено освободить по представлению декларации об активных обязательствах. Это форма 250 в случае отсутствия у физического лица за рубежом недвижимости, транспорта, денег на банковских счетах в сумме свыше 1000 МРП, инвестиционных драгоценных металлов, долю участия в жилищном строительстве, долю участия в иностранной компании, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, деньги на брокерских счетах, объекты интеллектуальной собственности, авторское право, цифровые активы, дебиторская, кредиторская задолженность, имущество, стоимость за единицу, которых свыше 1000 МРП, это у нас МРП в следующем году 3 миллиона 692. То есть к этому можно отнести антикварные предметы, роскоши и другое. А кто все еще должен принимать участие во всеобщем декларировании? Обязательное представление декларации об активах обязательств формы 250, это возникнет. То есть ранее, если мы говорили, кто освобожден, здесь по желанию, то есть желающие физическое лицо добровольно представить данную форму декларации, они могут представить данную форму декларации об активах обязательствах, также возложено будет на граждан Республики Казахстан резидентов Республики Казахстан, которые имеют за рубежом имущество. Кандидаты это на выборную должность, на занятия государственных и приравненных к ним функций, желающие стать крупным участником банка, страховых организаций, рынка ценных бумаг. Касательно декларации о доходах и имуществе, это форма 270, здесь предложено предоставлять данную форму декларации, это госслужащие, приравненные к ним лица, в том числе это получаются руководители, учредители квази-госсектора, их супруги, другие, получается, это крупные участники банка, рынка ценных бумаг, страховых организаций, учредители, руководители коммерческих организаций, также это лица, занимающие частной практикой, лица, имеющие имущество за рубежом, которые аналогичны порядку заполнения представления 240-й формы, лица, получившие доходы, облагаемые самостоятельно, это за исключением, конечно, индивидуальных предпринимателей, лица, имеющие деньги на банковских счетах свыше 1000 МРП, а также, если лицо, совершившее приобретение крупного имущества, совокупной стоимости которых свыше 20 тысяч МРП. То есть это независимо как в Республике Казахстан, так и за пределами Республики Казахстан. Спасибо, Назм, за подробное разъяснение. С нами на связи была Назм Даулет Пектега, главный специалист управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов города. Продолжение следует...